Как начинающей маме, мне приходилось покупать массу детских товаров. Теперь у меня двое детей, и вместе с Happy Baby мы поделимся советами, как выбрать только нужное и полезное для ваших деток. Привет всем мамочкам! Сегодня я расскажу о проблеме, с которой сталкивается большинство молодых родителей. Поделюсь советом, как выбрать стульчик для кормления. Итак, на что стоит обратить свое внимание? Самое важное – это безопасность. Поэтому во время кормления малыш должен быть хорошо закреплен в сидении. Пятиточечные ремни безопасности надежно зафиксируют ребенка. Ремни с мягкими накладками не будут раздражать кожу. Стульчик должен быть устойчивым. Прочные колеса с фиксатором – очень важная деталь. Второе, на что следует обратить внимание, это практичность и удобство на каждый день. Чехлы для сидения из эко-кожи. В случае чего достаточно протереть тряпочкой, а съемный поднос подходит для мытья в посудомоечной машине. Сеточка удобна для всякой нужной мелочи. Хорошо, если колеса имеют специальные резиновые накладки. Это защитит пол от царапин. Третий совет – по регулировке стульчика. Чем больше положение регулировки по высоте кресла, положению спинки и подножки, тем удобнее будет в нем малышу. И стульчик будет расти вместе с крохой. Если есть положение шезлонга, то эта штука незаменимая. Малыша в нем удобно кормить и укачивать. Чтобы ножки ребенка не болтались, подножка должна регулироваться по высоте и углу наклона. А когда ребенок играет, поднос можно отодвинуть. Так что, дорогие мамочки, надеюсь, наши советы помогут вам определиться с выбором стульчика. Подписывайтесь на канал, делитесь советами с подругами. И всем счастливых деток! Субтитры создавал DimaTorzok